Татьяна Юрьевна, есть хотя бы приблизительные данные о среднем чеке туристов? Да, есть. По среднему чеку туриста тоже спасибо большое еще раз сказала нашим вузам. У нас уже сегодня подписаны официальные контракты и договора с пятью вузами города, и мы им очень признательны, потому что мы действительно с ними очень хорошо работаем, они приходят к нам на практику. И благодаря этим ребятам, и вот простому опроснику, опросному листу, который мы давно уже разработали, мы понимаем, что сегодня у нас есть, ну, как говорят в Одессе, от Урада караул, да, то есть у нас есть средний чек человека, который может потратить сегодня в городе, и мы гордимся этим, не более 200 гривен, и при этом он будет, в общем-то, себя нормально, совершенно спокойно чувствовать, у нас есть такая возможность. Но средний чек сегодня в городе, это порядка 2000 гривен. Это то, что остается в нашем городе. Это проживание, питание и какой-то досуг, который человек себе позволяет. Сутки с человека. Да, да. И продолжая эту тему, сколько город заработал? Смотрите, это очень интересный вопрос, потому что, если мы говорим, например, о прямом туристическом сборе, который существует, опять-таки, во всех странах, мы здорово прыгнули вверх, у нас получилось 11,8 миллиона гривен, которые пришли в бюджет. Кстати, потратили мы меньше на развитие туризма, и сейчас разрабатывается закон, что все-таки деньги, которые пришли от туризма, и отправлялись на развитие туризма, потому что оно работает. Но смотрите, какой здесь есть подсчет. Ведь мы же официально не считаем средства, которые турист оставляет в городе. Если мы говорим о том, что средний чек порядка 2000 гривен, да умножьте это на 3 миллиона. Что осталось сегодня в руках у города? Очень много. Но, опять-таки же, здесь взаимоотношения с нашим бизнесом. Если бы это были официальные заработные платы, которые дают официальные налоги. Ведь, посмотрите, все студенчество летом работает в кафе, в ресторанчиках, в отельчиках. Они подрабатывают. И прекрасно. Это очень хорошо. Это мировая практика. Но давайте этим детям платить официальную зарплату. И платить с этой официальной зарплаты официальные налоги. Теперь дальше. У нас увеличивается количество объектов питания и объектов краткосрочного размещения. Эти люди, ну, добросовестные бизнесмены, они платят налоги на землю. Они платят налоги городу на инфраструктуру. Это заработок города. Безусловно, это заработок города. То есть, если мы сегодня выйдем на цивилизованные взаимоотношения, я уверена, что мы выйдем на цифры порядка 10% вот как ВВП в мире, мы получим в бюджет города, если мы правильно и будем корректно считать, мы получим очень большие цифры, которые приходят за счет туристов. И эти цифры можно увеличивать. И не только за счет увеличения количества туристов, но и за счет качества, за счет сегментации рынка. Когда придет турист, который потратит деньги и в хорошем ресторане, и в театре, и в музее, он оставляет свои средства в этом городе. Можно немножко подробнее о том, что-то может ли сделать город, или что-то может сделать, в ситуации, которая недавно была. Вот с Устринцем. Вы понимаете... Она же не в первый раз. Она не в первый раз. Вы можете бизнес мешать. Опять же, здесь правильно было сказано, что мы сейчас отстраиваем наши отношения таким образом, что мы работаем в бизнесе. Потому что город сам по себе, ведь сегодня мы как локомотив. Мы являемся лицом, имиджевым проектом. И мы тащим на себе этот имидж, потому что бизнесу тяжело. Мы платим бюджетные деньги за участие в этих выставках. Мы платим бюджетные деньги для создания роликов или создания промо-продукции. Но нам, конечно, нужна консолидация с нашим бизнесом, потому что фактически зарабатывает бизнес именно на туризме. Поэтому у нас три серьезных ассоциации в городе. У нас есть рабочая группа. Мы обсуждали эти вопросы и внутри одной из ассоциаций, и на рабочей группе. И будем работать. То есть здесь, если город не создаст такое информационное поле, что обманывать туриста – это плохо, без этого мы не сможем двинуться дальше. Потому что один раз уже, будучи обманутым, этот человек получил негативный эмоциональный опыт. Его потом уже ничем не перебить. Никакими видеороликами, никакой промо-продукцией, никакой сувениркой, которую мы раздаем. Поэтому и фактически от этого страдает и наш бизнес. Но, и кстати сказать, я раньше думала, что это только проблемы отецкого бизнеса. Это проблемы бизнеса и во Львове. Мы же очень тесно общаемся в любом городе Украины, во всяком случае. Бизнес считает так. Вот у меня есть мой конкретный. Я вот сегодня заработал, и вот это меня больше не интересует. А все равно турист ко мне зайдет. Есть даже такой принцип – туристические места. В центральных локациях исторических мест есть так называемые туристические рестораны, где еда как бы не очень. Поел, он уже ушел, этот турист больше ко мне не вернется. Но это совершенно другое. Чек-то все равно одинаковый. На каком языке бы ты не взял меню, у тебя меню одинаковая цена. Это просто дискредитация города. И я очень рада, что представители бизнеса и даже почетных консульств, люди, которые имеют какой-то статус в этом городе, включились в эту работу. Потому что если мы все, и я очень прошу средства массовой информации поддержать нас в этом, потому что если мы все создадим, знаете, такой вот эмоциональный фон, когда эти собственники или эти объекты размещения, или эти рестораторы будут как бы эмоционально в черном списке, и к ним просто люди не будут приходить, мне кажется, они поменяют свою политику и стратегию развития своего бизнеса. Вы не могли бы немножко для Чудимания награждаться, когда без знака была какая-то европейская, да? Да, мы получили два сертификата, это тоже уникальная совершенно история, когда европейская ассоциация фестивалей, членом которой мы не являемся, мы же не фестиваль, мы город, да, пригласили город, вручили два, мы на проекте «Культурная столица» будем эти, это так называемые знаки качества. То есть мы стали заметны на уровне Европы, хотя мы, собственно, для этого ничего не делали, никаких шагов не предпринимали, но мэра и мы поехали с ним в Брюссель, нас просто пригласили туда, и теперь нас пригласили стать частью программ, вот это Европа для фестиваля, фестивали для Европы. Мы в конце года, в конце месяца будем проводить проект «Культурная столица», я вас всех приглашаю, и будем там вручать эти сертификаты качества.